Не имей 100 рублей, а имей 300 друзей. Выпускница Самарского технического университета Марина Титова стала абсолютным рекордсменом избирательной активности по версии электронной акции выбора ГОУ. В итоге приз однокомнатной квартиры в Самаре. Вместе с ней на участке пришли более 300 человек. Я заслужила этот приз, потому что выходных не было. Была жесткая работа. И усталость после этого дня была колоссальная. Ну а также это подогревалось чувством адреналина. Ближайший соперник Марина Антон Бахвалов набрал в четверо меньше отметок. Его результат более 70. Впрочем, для Марины он не конкурент еще и потому, что его электорат в Тольятти. А награда тоже квартира, только в Автограде. Где-то половина, половина ребят говорила, да, мы пойдем, и да, давай, мы тебе поможем. Половину пришлось мотивировать, потому что, да ну зачем, зачем. То есть пришлось говорить, что ты что это выбор, это нужно, сходи, пожалуйста, ну и мне помоги. Серебряная награда автомобиль Lada X-Ray. Бронзовая туристическая поездка в Сочи. А каждый 500-й участник выиграл ноутбук, фланшетный компьютер, смартфон или фотоаппарат. Насколько конкурс выбора Гоу повлиял на явку, не берутся утверждать даже эксперты. Но все-таки почти 15 тысяч человек стали его участниками. Причем половина из них скачали приложение 18 сентября. Выборы Гоу – уникальный самарский проект. По итогам акции число зарегистрированных в приложении составило более 1% от всех участников голосования в Самарской области. И не только. Организаторы зафиксировали более тысячи попыток войти в систему в других регионах страны. От Санкт-Петербурга до Забайкалья. А значит, акции, будучи еще не объявленной по всей стране, уже стало популярной. Акция для молодых избирателей проводилась в полушутливой форме. Это как охота на покемонов. Но попытка повысить гражданскую активность в духе времени явно удалась. Здесь нет никакой агитации. Здесь не было никаких призывов голосовать за кого бы то ни было. Здесь был один простой призыв. Ты должен знать о том, что выборы – это и для тебя, о том, что это важный шаг для каждого. Ты должен не стесняться об этом рассказать своим друзьям, знакомым. Как считают организаторы, в следующей подобной акции должно быть многократно больше участников. Люди увидят, что в виртуальном конкурсе можно выиграть вполне реальные призы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...